В канун главного зимнего праздника новыми красками засияла территория Нижегородского Кремля. Любимые герои сказок Пушкина предстали в виде ярких световых фигур. Все это – результат творчества сотрудников Управления по благоустройству территории Кремля. Все-таки Новый год – это сказки. А сказки Пушкина мы на них все в детстве выросли. И в следующем году ему будет 220 лет со дня его рождения. Поэтому было принято решение каждой сказке посвятить отдельную экспозицию. Мы с вами знаем, что большое количество сказок Александру Сергеевичу было написано в Болдино. И это сказка о рыбаке и рыбке, сказка о мертвой царевне и семи богатырях. Вот именно этим всем сказкам посвящены эти фигуры. Ворота в сказку расположены около Дмитриевской башни Кремля. Оттуда сияющая огнями аллея ведет к площади у Михаила Архангельского собора, где гостей встречают царевна-лебедь, золотая рыбка, богатыри и символ нашего города – олень. Более 10 световых фигур украшает сегодня Кремль. Также подсвечиваются деревья и здания. Очень красиво. Очень понравились лебеди, белочка особенно. Вообще Нижний очень красивый стал. Мне кажется, это очень в тему для Нижнего Новгорода. Замечательно, радует, поднимает настроение. С каждым годом желающих провести зимние праздники в Нижнем Новгороде становится все больше, потому что город умеет удивлять и радушно встречать гостей. По предварительным данным, места в нижегородских гостиницах на зимние каникулы уже забронировали более 13,5 тысяч человек. Для сравнения, в 2017 году в новогодние праздники город посетили около 8 тысяч туристов. Валерия Стародумова, Максим Веселов. Время новостей. Редактор субтитров А.Семкин